Друзья, мы находимся в центре пляжного волейбола «Песок», где сегодня состоится долгожданная встреча с барбером, с Виталием Пименовым, где мы зарубимся в несколько команд барберами и проверим, кто действительно настоящий чемпион. Я уверен, что все пройдет очень здорово на высоте, поэтому смотрите этот выпуск и наслаждайтесь нашей игрой. Субтитры делал DimaTorzok Виталий, вопрос. Какая у тебя мотивация для твоей команды существует? Назови там 2-3 пункта. Слушай, в первую очередь, конечно, они работают вместе со мной, и они каждый день имеют возможность перенимать опыт. Опыт многолетний, которым я делюсь вообще без всяких. И помимо этого, я собираю ребят очень сильных, у меня есть опытные также ребята, которые тоже для молодых ребят являются наставниками. И вот у них есть уникальная возможность просто каждый день даже тупо смотреть на процесс работы, на коммуникацию с клиентом, как выстраивается весь этот процесс, на технические моменты, и каждый день можно учиться чему-то. Я сейчас говорю это без вас настав, потому что действительно есть чему научить их, что передать. И кто-то, допустим, жалеет знания, пытается все закрывать. Я нет, я всегда открыт для них. И именно поэтому они растут очень быстро. Очень много ребят, вы были на моих семинарах, помните, что я привожу с собой, да, ребят? И даю им возможность, кто себя показывает в барбешопе, кто хорошо работает, кто делает хорошие выручки, кто действительно старается, имеет проактивную позицию, кто хочет постоянно расти, я даю им шанс ездить со мной, почувствовать себя в роли спикера, да, даю им возможность выступить где-то. Это тоже уникальная возможность, которую мало кто может получить просто так, да? А тут они могут выступить на большую аудиторию, показать себя, да, их узнают люди, вот. Соответственно, это тоже одна из мотиваций. Ну и, естественно, участие в конкурсах, поскольку у меня тоже большой опыт в этом. И есть, ну, что передать, объяснить какие-то азы, нюансы, фишки, мелочи, которые помогут стать чемпионом. Вот и все. Это самые, наверное, ну, самые такие основные нюансы, которые мы будем учить. Конкурсы, типа, у них есть возможность вместе со мной быстрее прийти к победе. Вот и все. Что тебя привлекло в Галор? Почему именно они? Изначально они имели интерес сотрудничать. Была, ну, давай будем честны, там у них была небольшая такая просадка в плане выступлений, в плане шоу, организации этого всего. Вот. Я им нужен был как человек, который вот это направление организует, который возьмет на себя вот эту ответственность за создание шоу, за создание арт-команды, за воспитание их, за то, чтобы вырастить из каких-то ребят, из амбассадоров или кого-то, кого будем привлекать, вырастить крутых спикеров на большой сцене. Вот. Наташа задала этот вопрос, потому что хотела, чтобы я о ней сказал, что она сейчас в моей команде арт-тингала. Спасибо. Кем ты вдохновляешься, Виталий? Если из мастеров ты имеешь в виду, в индустрии, я всегда говорю об одном человеке, кем я очень давно вдохновлялся и по сей день он является для меня примером, это Кемин Лачман. Кто-то знает его, подписан, возможно, чувак, чувак из Лондона. Вот. Он очень крутой профи, мне нравится его стиль. Помимо того, что он барбер, он еще и фотограф, он делает очень крутые фото, крутые образы, постоянно участвует в British Art Dressing Awards. Он побеждал этот конкурс, самый такой крутой конкурс по фотографиям в Британии, а там, как вы знаете, большая конкуренция, очень много крутых мастеров и там каждый год уровень очень высокий. Вот он там побеждал. Короче, чувак, который действительно живет этим так же, как и я, и он больше в этом, раньше меня, и когда вот я, только мое становление происходило, я всегда смотрел на него и где-то что-то там перенимал, под свой опыт все это переваривал и, соответственно, что-то на выходе получал. Поэтому он действительно, я всегда и везде говорю, что действительно тот человек, который меня вдохновляет. Я у него учился, приезжал в Россию, я учился у него. Мы с ним в хороших отношениях, мы с ним вот там познакомились и после этого круто общаемся. А вообще была история, короче, год, наверное, 16-й это был еще, я ездил с семинарами по России и вот тогда я просто смотрел на него, типа, вот как икона, да, типа, нихера себе. А он был арт-директором Тони Ингай и он приехал в Москву с семинаром. Короче, я сижу в аэропорту в Старбаксе, что-то пью кофе на пересадке. И я, ну, как бы видел, что он в Москве, но я, типа, наверное, всегда ли не был, там, по своим делам, по своим бежухам. И, короче, сижу и поднимаю голову и смотрю, он идет, блин. И у меня, знаете, когда вот, типа, вы звезду где-то видите, которая вам там нравится, и ты такой, аж, блядь, типа, что делать, что делать, подойти, да, блядь, как-то стрёмно. Все, они подошли, зашли в Старбаксе, взяли кофе, я думаю, да, похер вообще, подхожу, говорю, так и так, привет, типа, вот смотрю, вдохновляюсь с тобой, типа, очень крутые работы, там, все дела, давай там, сфотографируемся. Он такой открытый чувак, да, конечно, давай, мы сфоткались, вот, и он, значит, через вот года три он приезжает, или через два, он, да, через два года, получается, в Россию, я иду к нему на курс, мы с ним, он получает на семинаре, мы с ним что-то общаемся много, туда-сюда, по итогу мы с ним снова фоткаемся, я выкладываю эти фото, и он такой, блядь, так это же, говорит, ты тогда в аэропорту два года назад походил, говорит, я тебя помню, типа, туда-сюда, все, короче, и с этого момента мы общаемся. И когда я выиграл, вот, в 2018 году в Барселоне чемпионат мира, он мне написал на WhatsApp поздравление, вот такое, типа, бля, красавчик, поздравляю, все, ну, короче, круто. И здесь я хотел бы сказать, что никогда не стесняйтесь иметь таких кумиров, не стесняйтесь об этом говорить, тем людям, ну, просто где-то, да, про тех людей, которыми вы вдохновляетесь, потому что это нормально. Не нужно делать вид, что, типа, вы все сами придумали, всегда можно что-то черпать, вдохновение какое-то, да, и не стрематься к этому, так вы, наоборот, показываете, что вы сильный профессионал, это нормально. А те люди, которые, типа, говорят, да, не, я все сам сделал, сам всему научился, а такого не бывает, да, как бы, это уже сразу понятно, что чувак что-то не договаривает. Так что, и никогда не бойтесь налаживать коммуникацию с этими людьми, просто все такие же простые ребята, типа, ну, если вам кажется, что где-то, ой, там, где-то не дотянуться до звезды, ничего такого. Со всеми можно пообщаться, все поймут, вот, и каким-то образом коммуницировать, тем самым быть ближе, больше фишек каких-то групп перенимать, да, где-то задать вопрос, совет какой-то спросить, и так далее, так что в этом плане не стесняйтесь. Супер, спасибо всем большое за вопросы. Все просто, заворачиваемся, да. Блиц, столбы или песок? Столбы. Вау, все-таки, да, все-таки больше эмоций вызвали. Да, через страдания, но зато эмоций было куча. Ого, значит, значит, в следующий раз идем на столбы. В следующий раз, как минимум, футбол должен быть. Ты боролся, как лев, я так понимаю, что у тебя не так много, у тебя все навыки, короче, ушли в футбол. Да. Да, и какие эмоции вообще у тебя оставил после себя описано? Да, слушай, я спорт люблю, спорт со мной с детства, с самого-самого раннего, поэтому для меня, ты сам видел, как я всегда заряжен, для меня это спортивный азарт, спортивная злость, это самое крутое. То есть я когда на площадке, когда, не важно, во что мы играем, в футбол это особенно, да, типа, я очень агрессивный, очень злой, очень заряженный, очень собранный, типа, я всем, ну, хотя я хочу, чтобы так же будет, знаешь, делать. И, ну, мало кто разделяет это со мной, типа, я постоянно всем, бля, втыкаю, короче, за это. Ну что, планируем следующий мастер-класс, да? Ну, естественно, когда, говори дату. Send me location, как говорится. Все, все вопросы, НАТО, НАТО, мы сейчас с тобой обсудим обязательно. Все, Виталь, мы всегда рады тебя здесь видеть. Вообще, можешь приезжать просто так, можешь приезжать с мастер-классами, можешь приезжать взять реванш у нашей команды. А у нас ничья была даже, да. Мы все помним результат, вот, но в любом случае, вы оставляете всегда такие очень позитивные эмоции. Спасибо за то, что расширяешь, привозишь сюда свою команду и делитесь этой энергией. Это всегда нас очень сильно развивает, красноярский барберинг во многом такой, благодаря и тебе лично. Вот, поэтому спасибо тебе гигантское. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.